Друзья, намаскар! Наконец-то я созрела записать серию видео уроков йоги для начинающих. И в этих комплексах мы будем разбирать и прорабатывать базовые позы йоги. Они легкие в выполнении, но тем не менее являются очень эффективными и позволяют проработать силу, гибкость, координацию, укрепить внутреннюю мускулатуру, развить чувство равновесия и, соответственно, повысить качество вашей жизни, за счет улучшения здоровья, самочувствия и внешнего вида. Не забывайте подписываться на канал, обязательно нажмите на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления об этих уроках. А мы начинаем. И первое упражнение, первое асана в этом комплексе Артха Кати Чикрасана. Выполняем ее из положения стоя с вытянутой спиной, на вдохе поднимая руки вверх, соединяя руки в замок над головой, а с выдохом выполняем боковой наклон вправо, вытягивая левый бок. Стараемся держать эту позу таким образом, чтобы грудная клетка не падала в наклон, чтобы грудная клетка была направлена четко вперед. Таз остается на месте. Нам нужно как можно лучше вытянуть левую сторону и посмотреть из-под левого плеча, чтобы шея продолжала линию позвоночника. Не позволяйте шее расслабляться и голове грустно повисать. Весь позвоночник, включая шею, выходит в диагональную дугу. Мы дышим, удерживая эту позу. Пять-восемь дыхательных циклов. И с очередным вдохом поднимаемся вверх. И на выдохе меняем сторону наклона. Уходим влево и вытягиваем, соответственно, правый бок. Взгляд из-под правого плеча, остаемся один, два, три, четыре, пять. И на вдохе поднимаемся, вытягиваемся за руками вверх. Выдох руки вдоль тела тадасана. Стопы вместе, колени прямые. Двумя руками берем себя за подвздошные кости, чтобы контролировать движение таза, тазовых костей. И делаем наклон, сгибаясь в тазобедренных. То есть не округляя спину, не сгибая позвоночник, а именно в тазобедренных суставах. В суставах наклон до параллели с полом. Спина прямая. Живот подтянут. Взгляд на пол так, чтобы шея продолжала линию позвоночника. И руки складываем у груди на мосты. Если этот вариант вам кажется слишком простым, вы можете усложнить себе задачу, вытянув руки вперед, но при этом не роняем руки, а удерживаем их так, чтобы плечевые кости были параллельно ушам. Это силовая поза. Следите за тем, чтобы спина не сгибалась и чтобы не было чрезмерного поясничного прогиба. Мы стремимся сделать спину абсолютно прямой, ровной. И остаемся в этом положении еще на 5 счетов. 1. Контролируем дыхание, не задерживаем его. 2. 3. 4. 5. Отлично. И идем из этого положения в гибкостной вариант наклона. Сгибаем ноги в коленях, чтобы прижаться животом к бедрам. Расслабляем шею, направляем макушку к полу. Руками обхватываем свои ноги сзади. И пробуем притянуть себя руками еще плотнее. Следите за тем, чтобы живот был прижат к бедрам. И если есть возможность подразгибать здесь колени, то выпрямляем их настолько, насколько можем. Остаемся в этом положении на 8 счетов. 1. 2. 3. 4. 5. И со вдохом поднимаемся. Вместе с руками, вытягиваясь вверх, выдох, руки вдоль тела тадасана. Подходим к началу коврика и начинаем выполнять следующее упражнение. Это силовая поза. Поза воина вирабхадрасана 1. В этом положении таз закрыт. Подвздошные кости и плечи симметрично направлены вперед. В процессе выполнения асаны следим за тем, чтобы таз не разворачивался в сторону и чтобы тонус был во всем теле, а не только в передней ноге. Ладони у груди. Выполняем широкий шаг левой ногой, оставляя правую ногу впереди и сгибая в колени до угла 90 градусов. Проверяем угол. Не должно быть острого угла. Пятка передней ноги не должна подниматься. Левое колено прямое. Корпус на середине. Живот подтянут. Руки у груди. Это самый базовый вариант. Если он наступен с легкостью, то поднимаем руки вверх. То же самое, чтобы плечевые кости были параллельно ушам. И направляем внимание на потолок между ладонями. Остаемся. Следите, чтобы шея была свободной. Не зажимаем плечами шею. Дышим спокойно. Два, три, четыре, пять. В этом положении ноги работают так активно, как будто мы хотим стопами или разорвать коврик, или собрать его гармошкой. Вы можете поиграть, почередовать и попробовать выполнить и то, и это усилие на то, чтобы растянуть коврик, собрать его гармошкой, включить обе ноги одновременно. Переходим к следующей астане на правую ногу. Опускаем левое колено на пол. Правой рукой удерживаем себя за правое бедро. И скручиваемся в правую сторону, разворачиваем грудь вправо. Левым локтем цепляемся за правое колено. Здесь важно следить и сохранять угол колен 90 градусов. Потому что если ваша нога выпрямится, вам будет не так легко зацепиться. Угол 90 градусов, бедро параллельно полу. Цепляемся локтем. Затем складываем руки у груди, стараясь их выводить к центру груди. Не к правому плечу, а к середине груди. Взгляд вверх. Если вы готовы усложнить, поднимаем левое колено от пола. И эта асана называется париврита паршваканасана. Достаточно интенсивная, глубокая скрутка с элементами баланса. Держим ее еще пять счетов. Один, два, три, четыре, пять. Хорошо. С очередным вдохом, если готовы, не опуская левого колена, раскручиваемся. И поворачиваемся на левую ногу. Правую ногу ставим на носок. Левое колено сгибаем до угла 90 градусов. Бедро параллельно полу. Руки или у груди, или вверх. И внимание на потолок. Рвем стопами колорик, а потом собираем его гармошкой. Но этих усилий не видно. Это ваше внутреннее усилие. Работа в асане. Один, два, три, четыре, пять. С вдохом возвращаем ладони к груди. Выдох, опускаем правое колено на пол. Вдох, вытягиваем позвоночник. Выдох, скручиваемся влево, помогая себе одноименной левой рукой. Толкаемся в бедро. Правым локтем цепляемся за левое колено. Руки вместе у груди. Центрируем себя. Взгляд вверх. Шея продолжает скрутку. По готовности поднимаем правое колено от пола. И остаемся еще один. Два. Три. Четыре. Пять. Отлично. Если получается, раскручиваемся, не опуская правое колено на пол. И подшагиваем вперед. Теперь стопы располагаем в узкий край коврика. Это расстояние шире таза. Но в то же время оно очень устойчивое. И вам легко его удерживать. Складываем вместе ладони и локти. Немного разверните стопу в диагональ. Вам будет удобнее сделать глубокий присед. И сгибая колени в максимум, присаживаемся. А затем в приседе расталкиваем локтями свои колени. Поза гирлянды маласана. И в этой позе мы работаем аж в трех направлениях. Здесь локтями мы помогаем развести колени в стороны, раскрывая тазобедренные суставы. Руки давят друг на друга ладонями и за счет этого укрепляются в родные мышцы. А спина вытягивается. Мы не позволяем себе сидеть в маласане с согнутым позвоночником. Мы стараемся растянуться. Тянуться макушкой вверх, а копчиком к полу. Но если ахиловое сухожилие у вас укорочено и вас заваливает на пол, вы не можете себя держать, то попробуйте приподнять таз повыше. Вплоть до того, что бедра будут параллельно полу тянуться макушкой вперед, а копчиком назад. Вот в таком варианте вы точно не упадете, но дополнительно прокачаете мышцы ног. Это такой силовой вариант в позе, который очень хорошо работает. Держим эту позу. Пять счетов дополнительно. Один, два, взгляд перед собой, три, четыре, пять. И, наконец, из маласаны опускаем ладони на пол и опускаем колени на пол, встаем на четвереньки. Это самая йога терапевтичная поза в йоге. Это поза кошки Маджириасана. Что только ни делаем, мы в этом положении. И в сегодняшнем комплексе мы поработаем в этой позе со своим дыханием. Мы сделаем два движения позвоночника на прогибы с вдохом и на сгибание позвоночника с выдохом. Дополнительно стараемся подключать к движению в позвоночнике движения в плечевых суставах. На вдохе делая круг плечами назад, а на выдохе выполняя круг плечами вперед. И таким образом мы выполняем 10 дыхательных циклов. Вдох, взгляд вверх, копчик вверх. Выдох, взгляд на живот, копчик подкручиваем. Вдох, выдох. И еще три, вдох, выдох. Четыре, выдох. Пять, выдох. Шесть, вдох, выдох. Семь, выдох. Восемь. И еще два раза в своем дыхании дыхания. Хорошо, заканчиваем. Выходим в нейтральное положение. Спина просто ровно. Проверяйте, что плечи над ладонями. Нет провала в плечах. Нет прогибов в пояснице. Спина в нейтральном положении. Подшагиваем ногами, поднимая колени. И мы выходим в планку. И здесь я бы вам рекомендовала поставить таймер и подержать планку, ну хотя бы одну минуту. Лучше, если вы будете наращивать время удержания в планке с минуты до пяти минут. Потому что пять минут удержания планки это вполне здорово. И этому можно легко научить себя. А через планку вы очень активно проработаете все свое тело. Вы укрепите должным образом руки, спину, плечи, пресс, все крупные группы мышц. Но, конечно, за первый раз, особенно если вы давно не занимались и для вас эта поза кажется невыносимо сложной, вы начинаете с удержания столько, сколько можете. Ну, хотя бы 10-15 секунд. Важно следить за своим дыханием и очень важно следить за своей спиной. Мы ни в коем случае не позволяем себе провисать в планке и расслаблять живот. Наоборот, стараемся выталкивать себя, направляя лопатки вверх к потолку, поясницу вверх, таз не торчит. Таз, наоборот, мы как будто подаем на себя, сглаживаем поясницу, прячем хвост. И переходим к следующей позе, она будет уже проще. Это базовая поза собака мордой вниз. Никакой йоги без этой собаки не бывает. Это чуть ли не самая важная часть, которая включается в любой комплекс. Обратите внимание, руки и стопы, ладони, стопы остаются на том же месте, что и в планке. Но мы, толкаясь ладонями, сталкиваем, уводим вес тела назад в ноги, тянемся макушкой к полу, а ягодицы направляем к потолку. И наша задача максимально вытянуть спину, локти не сгибаем, ладонями отталкиваемся. Если задняя сторона ног вам мешает вытягивать спину, вы сгибаете позвоночник. Тогда согните лучше ноги в коленях и растяните позвоночник лучше. И в этом положении мы постоим и еще 15 счетов. 1, 2, 3, 4. Дышим спокойно, наблюдаем за своим дыханием. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Еще пятерка. 11, 12, 13, 14, 15. Отлично. Опускаем колени на пол и разрешаем себе побыть, отдохнуть в позе ребенка. Если вы чувствуете необходимость сбросить напряжение с рук, сделайте легкую суставную, встряхните руки. Разотрите лучезапясные. В общем, восстановите эти ощущения постепенно. Ваши руки привыкнут, запястья укрепятся. И эти позы будут вам даваться гораздо легче. Ну, а собаке вы вообще сможете отдыхать. Но поначалу это интенсивная нагрузка. Это трудные силовые позы. Поэтому восстанавливайтесь, давайте себе время на восстановление столько, сколько необходимо. И будем заканчивать наш короткий комплекс перевернутым положением. И поскольку это первый наш урок из этой серии, мы сделаем самое простое, что только возможно. Это положение можно брать, даже если у вас есть ограничения для перевернутых. То есть критические дни, повышенное давление или проблемы с шеей. Это положение можно и нужно делать, если у вас не очень хорошо с наклонами. Мы ложимся на спину и поднимаем ноги вверх. Для многих новичков уже такое положение будет являться силовым. Через какое-то время фиксации вы почувствуете, как ноги начинают трястись, уставать. Вы чувствуете пресс и так далее. Поэтому, если вдруг это ваш случай, я предлагаю работать в этой позе в следующем формате. Сначала вы остаетесь на коврике, поднимая ноги вверх и держите их силой, удерживая живот в тонусе, не позволяя себе прогибаться в пояснице, столько, сколько можете фиксировать эту позу самостоятельно. А когда уже сил не хватает, слишком чрезмерное напряжение в теле появляется, вы передвигаетесь к стене. Поближе садитесь к ней, можно вот так вот через бок. Затем ложитесь на спину и вытягиваете ноги по стене. И в этом положении вы можете остаться на уже более длительное время, вплоть, включая практику релаксации шавасана. То есть, таким образом вы можете лежать с закрытыми глазами, с расслабленным телом 5-10 минут, столько, сколько вам захочется. Чем дольше вы удерживаете это положение, тем на самом деле лучше. Происходит венозный отток, ноги отдыхают и важно происходит эффект перевернутой асаны. Тот хороший, правильный, здоровый эффект, который дается нам через практику таких положений, когда ноги выше таза, выше головы. И мы пофиксировали эту позу, столько, сколько получилось. Затем переходим в положение сидя, сядьте так, как удобно, закройте глаза. И некоторое время просто подышите и понаблюдайте за собой. За своими ощущениями, за своим настроением, за своими эмоциями. Отследите уровень энергии, который у вас сейчас в теле возник после и благодаря практике. Обязательно поблагодарите себя и похвалите за то, что вы приступили к занятиям, за то, что вы попробовали их и получили уже сейчас определенные результаты, определенные плоды. На этом на сегодня все. Я благодарю вас за просмотр, за внимание. Надеюсь, этот комплекс будет для вас полезен. Особенно, если вы только приступаете к знакомству с йогой. Пишите в комментариях и ждите следующее видео на эту тему. Намасте!